Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тамперы, Финляндия. Мы находимся в очень бюджетном магазине Løydotex. Если по Финляндии путешествую, то я очень советую остановиться в таком магазине. Я думаю, что он самый бюджетный, то, что в Финляндии есть. И он находится, если по Тампере вы когда-нибудь ездили, вы видели Løydotex Vartalo, но этого магазина уже давно-давно нету. Вот открылся такой, ну, приблизительно точно такие же стеллажи, точно такое же разнообразие текстиля. Все для дома, одежда, обувь, нижнее белье, косметика, моющие средства и так далее, и так далее. Но тут я вот посмотрела уже Рождество, Новый год убрано. И достана, достана, как сказать по-русски, достали уже вот такое розовенькое. То есть, конечно, уже весна-весна, и кроме весны ничего, кроме весны. Ну и все равно скидки. Вот, пожалуйста, все подушки, и так далее, и так далее. У нас, видите, 30% скидочка, конечно, красная, нужно продать очень быстро. Ну и рождественского уже практически нету. Я сама обожаю этот магазин, потому что здесь можно нарыть хоть слона на веревке, ну и, конечно, очень много такого, которое финны покупают. Вот, если мы посмотрим даже вот эти детские комбинезончики, посмотрите, какая прелесть. Мумики и такие комбинезоны стоят 14 евро 95 центов. Конечно, если маленькие дети есть, и вот такие бюджетные магазины вы посещаете, конечно, очень дешево. Все можно купить, если маленьких детей много. Ну и, конечно, резиновые сапоги. Про это я тоже неоднократно упоминаю, что в Финляндии без резиновых сапог никуда. Ну и у нас, конечно, ужасная погода. У нас много недель идет, просто дождь, дождь ничего, кроме дождя. Конечно, да, резиновые сапоги нужны. И вот здорово тут, видите, и детские сапожки для мальчика, для девочки. Ну и, конечно, взрослая. И вся утепленная одежда детская. Минус 30%, 50% и так далее. Конечно, да, вот такой утепленной одежды в этом году совершенно не надо. Если дети никуда не едут, в холодные, в Лапландию и так далее. Посмотрите, какое большое количество утепленной одежды. И все с большущими скидками. Ну и это, конечно, понятно, если у вас маленькие дети. Например, Травали. Это финская фирма. И вот такие, которые не пропускают воду. То есть вот такое тоже все наверняка хотят купить. И видите, даже по-русски написано вода, ветер, влага и так далее. Теперь очень много написано по-русски. Даже если по-фински не понимаете, можно прийти и все это, конечно, найти. Ну и текстиля. Очень много в этом магазине. У меня есть старое видео, где я показываю, посмотрите, какие пальтушки за 19 евриков. Конечно, да, очень много всего. Так, тут у нас обувя за 20 евро. Дождевички. Опять эти резиновые сапоги. Девочки, кто спрашивал, викинги. Да, конечно, они очень хорошего качества. 29,95. Ну и вот эти вот финские перчатки. Конечно, у нас дети гуляют и в дождь, и в снег. И хоть когда, поэтому вот такое тоже есть. Ну и есть викинги, которые утепленные. Они стоят 44,95. Очень много детского, детского, детского. Ну, вы помните, в Финляндии детей снимать особо нельзя. Здесь у нас определенные законы есть. Поэтому я детскую показываю, но детей не снимаю. Ну и, конечно, мужское. И вот если у вас есть такой мужчина, симпатяга, мумики. Тоже вот такая пижамка с мумиками. 35,90. Здоровская. Да, люди иногда смеются. Ну, если мумиков не любите. Вот есть шнуби. Тоже это все есть. Ну, конечно, мумики. Это все понятно. В Финляндии только мумики. Все обожают мумиков. Тапки, халаты. Очень много праздничного. Я такой общий обзорчик сделаю. Трузера 2,95. И смеялись один раз с моей подругой, которая продает трузера. Там были такие светлые. Она говорит, да, светлые трузера в Финляндии. Проблема, их никто не покупает. Тапки, носки по еврику. И посмотрите, количество одежды. Конечно, туристов нету. Да, очень много всего, что просто не продается. 6,95. Все рубашки в клетку. Ну, я равнодушна к таким рубашкам. Напоминает такая Митсури Пайта. Для этого, господи, как называется, который лет лес рубит. Да, такой в лес эта рубашка. Ну, все равно здорово. Очень много, конечно, всего. Комбинезоны, шапки. Длинные комбинезоны. Вот такой лямпёхаллари. Это комбинезон. Ловить рыбу. 34,95. И народ, этот комбинезон у нас финский. То есть, если мужчина рыбак, да, конечно, такой комбинезон. Здорово. Здорово. Ремни, рубашки. И вот на этом свитерке хочу остановиться. Если у вас мужчина вот в таком свитере финском. Это натуральный финский дизайн. Вот такой свитерок называется Юшси Пайта. Все финны. У моего мужа тоже такой был. Но пока он не знал, я его шурнула. Потому что мне он не нравится. Но вот это Юшси Пайта для Афина. Это как очень наше для русского человека. Они обожают вот такой свитерок. Я отношусь к нему очень равнодушно. И даже вот из такого свитерка была сделана футболка. Вот такими ромбиками. И вот так красный верх. То есть, это называется Юшси Пайта. И большие скидки рождественского всего. Посмотрите, народ. Вот 30%, 50%. То есть, очень много. Вот скидки, остатки Рождества продают дешево. То есть, конечно, да, это все надо быстро продать. Последние деньки, грансики. Все есть. Ну и потихоньку уже будет. Конечно, все рождественское уберут и достанут. Достанут весну. Так, ну и чуть-чуть, вот уже больно темновато. А, ну это мужское такое. Видите, здесь резиновые сапоги и так далее. Да, ну это финские резиновые сапоги. Это вот опять, если мужчина такой, рыболов и так далее. Да, такие сапоги, конечно, здорово. Ну и вся мужская обувь минус 30%. Это все понятно. Ну и цены здесь, конечно, соответствующие. Очень можно дешево все на мужчину купить. Но резиновых сапог очень большой выбор. И вот опять викинг сапоги. Сапожки 37,50. Да, вот такие сапоги есть. И очень много такого спортивного. И народ размеры. Вот, пожалуйста, если у вас мужчина пухляк. Я тоже всегда про это говорю. До 5XL есть. То есть размер 66. Если русский размер, это, по-моему, прибавлять надо еще 6. То есть, конечно, очень большого размера тоже есть одежда. 58,66. Они стоят 28 евро. Ну вот спортивные кожаные перчатки. Кожаные. Кожаные. Барежки. Это у нас все. Финская 24,95. 49,95. И вот скидки тоже на это все есть. Можно купить 2 пары и получить еще скидку. Ну и, конечно, финны все равно хотят купить финская вот с таким флагом. Никто не хочет купить что-то какой-нибудь китайский акрил. Конечно, все хотят купить финская. И вот тут тоже эти кепочки. С отворотом ушки. Мадеин Финлянд 22,95. Конечно, да. Финская тоже. Финская все хотят купить. Женский отдел тоже очень большой. Халаты ночные, рубашки, тапки, колготки. И на тапки большая скидка. Минус 30%. 5,95 и 30% скидки. Ну, видите, какое количество тапок продается в Финляндии. Просто по нулям. Когда приходишь в ту же карусель, там прямо тапки, тапки. Ничего кроме тапок. У нас тапок очень маленькое количество. Но все равно, даже вот в таком бюджетном магазине, все равно фирмы очень достойные. Вот, например, Триумф, Нижнее Белье. То есть никакого говнелина они не продают. Ну, и, конечно, Трузера Слоги. И на Слоги всегда очень хорошая скидка. Тапок они стоят 6,45. Но бывает прямо и 3 штучки на 10 евро. Они тоже иногда продают. Так что, если вы караулите, тоже вот такие Слоги можно купить. И Слоги есть. И Безик, и Макси, и Стринги, и Спорт, и что только нет. То есть тоже, конечно, все есть. Ну, и у них вот тут поисто. Дай Боже, что нам не гоже. Очень много дешевого. Большие примерочные написаны на Сове Туш. И кто утепляется? Оксана, привет тебе. Норвежские носки 6,95. Вот из такого. Бее. Конечно, если ты вязать умеешь, нету смысла начинать вязать, что за 6 евро можно вот такие носки купить. Ну, и, конечно, Леоперт. Видите, какой секси. Да, здоровско. Здоровско. Ну, магазин такой обыкновенный. То есть тут, конечно, никаких ни трендов, мендов, шмендов, ничего нету. Все очень просто. Ну, финны обожают в такой магазин прийти, потусоваться, посмотреть, что-нибудь померить. Конечно, видите, даже по цветам вы видите, как все накидано, как все наложено. Ну, а с другой стороны, вы же понимаете, если ты за несколько евро можешь что-то себе любимое купить, это тоже все очень здорово. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Улия Стампера. Всем физкульт-привет.